В Железногорске же состоялось выездное совещание по проблемам онкологии. Врачи и члены Комитета Совета Федерации по социальной политике и здравоохранению обсудили развитие медицинской помощи при раке молочной железы. Делегация присутствовала на открытии филиала онкологического диспансера, предварительно посетив Курский онкоцентр. Таких современных цифровых маммографов в России всего три, причем два в Курске, перинатальном и онкологическом центрах. Оборудование дает возможность обнаружить патологии на ранних сроках. Размер пикселя 50 микрон, то есть это настолько высококачественно получается изображение, что мы видим мельчайшие детали на снимочке. Делегация оценила не только материально-техническую базу онкоцентра, но и в целом подход к лечению пациентов. Сейчас медицинскую помощь здесь получает почти 30 тысяч человек, и каждому требуется индивидуальный подход. Если вчера это была общая онкология, то сегодня именно благодаря персонификации, именно благодаря диагностике генома человека мы все больше и больше ее дробим. Чем больше развивается, глубже развивается наука, тем больше мы будем стоять перед необходимостью более специфической диагностики заболевания и подбор специфической терапии. Порядка 5 миллиардов рублей уже потрачено на строительство онкологического центра. В перспективе это будет автономный медицинский комплекс с собственной инфраструктурой. Дорога довольно длинная, как правило, это занимает не меньше, чем 5-7 лет с того момента, как это начинается, но надо отдать должное, что уже определенная часть этого пути пройдена, и это вселяет определенный оптимизм, так как администрация областная уделяет нам большое внимание. Сейчас онкоцентр работает в две смены. В день здесь принимают около 200 пациентов. Пока амбулаторно. Строительство лечебного корпуса, рассчитанного на круглосуточное пребывание, планируют завершить к концу этого года.